Эналогия на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о Вене. Но я же вам обещала, дорогие друзья, что мы сегодня поговорим и о горячительных напитках в том числе. У нас с вами вступил в права уже последний месяц весны, а именно май. И оказывается, что первая пятница мая – это международный день Савиньон Блан. Именно об этом мы поговорим с нашим винным экспертом и журналистом Анной Лапит. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Добрый день всем радиослушателям. Я улыбнулась при словах горячительные напитки, потому что представить себе более охлаждающего и освежающего вина, чем Савиньон Блан. Трудно себе представить. Но кровь-то оно все-таки разогревает. Нет. Нет? Ну что ж, вот я мимо попал, ничего страшного. Ослежает и охлаждает. Это действительно очень летнее вино. И вот в преддверии лета сегодня поговорим об этом сорте. А, вот почему, наверное, в мае, да? Международный день. В общем, да. В общем, да. Самый из самых распространенных и любимых белых сортов в мире. Он стал популярен тогда, когда во всем мире в моду стали входить легкие белые вина с освежающей кислотностью. Их можно было не выдерживать в бочках и можно было пить сразу после окончания процесса брожения, что делается чаще всего в нержавеющих емкостях. А сам сорт Савиньон Блан – это такая яркая виноградная личность. Его очень легко угадать в бокале по характерному запаху листа смородины. И, на мой взгляд, к нему просто нельзя быть равнодушным. Немного о родственных связях, хотя у сортов винограда вечно все туманно. Родители Савиньона – это француз Шанин Блан и австрий Страминер. Один из синонимов Савиньона подчеркивает его высокое качество и иерархию среди других белых сортов. Его также называют шардоне де луар. О, как это красиво звучит! Да, шардоне – это карнельский торт, а это луарский шардоне. Из луара, да, как бы? Да-да-да. В общем, французская аристократия и знать. Савиньон часто является частью белых блендов. Наиболее известный в мире – это белый бленд Бурдо, Савиньон Блан и Сорт Симеон в пропорциях 60 на 40. Также известный и популярный бленд Савиньон Блан и Шардоне – это сочетание свежести Савиньона и маслянистости и полноты Шардоне. Вино из Савиньона, оно, конечно, прежде всего, элегантное. Его не принято долго выдерживать, старение не идет ему на пользу. Но из любого правила бывают исключения. Некоторые виноделы умеют обыграть вот эти зрелые ноты напитка и получают оригинальное вино типа Санцер. Характерные для сорта Савиньон Блан ароматы и вкусы – это пряные, цветочные. В них обязательно будут минеральные нотки, дым, тона, можно сказать, пороха, белый персик, лайм. А в калифорнийских савиньонах, например, там будет много тропических фруктов, цитрус, дыня. В общем, обязательно хрустящая кислинка, свежий аромат с нотками зеленых фруктов и ягод. Может быть, свежескошенная трава, личи, яблоки, сморозинок, рыжовник. И вот эта вот узнаваемая нотка мускусная. Ее на французском ароматично называют «пепиша». И, в общем, этот самый узнаваемый аромат является визитной карточкой Савиньон Блан. Виноград Савиньон Блан любит климат немножко прохладнее израильского. Тем не менее, у нас есть прекрасные представители вин этого торта. Отличные савиньоны есть у виноделина Корнель, Дальтон, Тавора, Реа Галиль. Савиньон Блан нет винодельни Тулип, виноград для которого был выращен в тени, в искусственной тени, специально созданной. У Роберта Паркера получил оценку 91. Это очень редкая оценка для израильских белых вин. В общем, еще могу отметить, наверное, Савиньон Блан серии «Иорден» Ромата Голан или Савиньон Блан винодельни Цора под названием «Шорыш Лаван». В общем, это вина, такие, сдержанно строгие, суперсложные, очень приятные вина с приятным, слотным, минеральным послевкусием. Вина, которые способны очень-очень впечатлять. Ну, вы знаете, Анна, это же приятно, что все-таки в Израиле тоже можно отведать Савиньон Блан местного производства. Есть Савиньон Блан местного производства, я их назвала. Савиньон Блан – это сорт, который является визитной карточкой новозеландских вин. То есть это вот виноделие Новозеландии. В первую очередь думаешь про Савиньон Блан. И поэтому я могу сказать, что сотни вин Савиньон Блан, а также Шардоне, Симеон, Руссан, Марсан, Гвуртраминер, Ризлинг, а также розовые вина. Вы сможете попробовать через две недели на традиционном фестивале белых вин Уайт в Марине, Герцли у самого Синего моря. Ой, вы знаете, мне кажется, Анна, мы с огромным удовольствием с вами поговорим про этот фестиваль в нашей следующей встрече. Как вам идея? С большим удовольствием. Спасибо. Анна, спасибо вам огромное, друзья. Я думаю, вы знаете, с каким напитком провести эти выходные, особенно первую пятницу мая, отмечая Международный день Савиньон Блан. Анна, спасибо и до следующей встречи. Спасибо. Всего наилучшего. Спасибо. С нами на связи была Анна Лапит, винный эксперт и журналист. И все это, дорогие друзья, ваша любимая, ваша терпкая рубрика «Энология» на лучшем радио. «Энология» на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине.